В городском королевстве проживала королева, известная своей красотой и жаждой подтверждения своего величия. Ее волей было подвластно волшебное зеркало, которое отвечало на ее вопросы. Но однажды зеркало объявило, что истинной красавицей королевства является не она, а приемная дочь Белоснежка. Решив не терпеть конкуренции, королева поручила своему верному охотнику устранить Белоснежку. Охотник, оказавшись перед моральным выбором, отпустил Белоснежку, но предостерег ее и настоятельно посоветовал уйти в леса. Белоснежка, беспомощная и одинокая, нашла убежище у семи гномов, которые нарушали существующие в городе правила проживания. Они жили подпольной жизнью, избегая общественности. Белоснежка предложила им сделку. Она будет поддерживать порядок в их доме в обмен на приют. Гномы, увидев в этом выгоду, согласились. Королева, узнав о том, что ее план провалился, вмешалась лично. Маскируясь под старушку, она предложила Белоснежке яблоко с ядом. Перед смертью Белоснежка была в сознании и успешно идентифицировала преступницу. Гномы, зная, что обнаружение полиции и трупа Белоснежки в доме, может привести к неприятностям, организовали стеклянный гроб и поместили в него тело Белоснежки, подчеркивая свою связь с преступлением. Инцидент привлек внимание местного принца, который, обследовав сцену преступления, выявил признаки отравления. Его действия были крайне осторожны, и он предпринял необходимые шаги, чтобы вернуть Белоснежку к жизни. Принц и Белоснежка объединились, чтобы выявить и арестовать королеву. Она была приговорена к наказанию за попытку убийства. Подлинная красота и справедливость восторжествовали, и королевстве воцарился покой.